всем привет 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 у нас второй раунд туда ночь хайпит на самом деле я хотел записать это видео но туда ночь опередил меня опередил и он такой пост выпустил что не забудьте юлицу дать альфа слом это была среда на этой неделе я докачал бекки до то первого альфа слома плюс м окна 20 на 20 на 20 20 мак дал и пошел тесить пожалуй тесить вот такой оборот такой атакой тестил я один отряд у меня под пантеру чтобы был урон айна чтобы замедление было дополнительное хелл взял хаторна потому что он жирный и по итогу я сделал около 8 каток и блин наверное круче сделать 10 10 10 набегов и только два из них выиграл я разочаровался в том что я столько ресурсов вложил в этого героя по итогу он не играет не градисты из-за того что просто не хватает статов сейчас она еще м кинокинуты плюсом но садов реально не хватало то есть я я ультую даю три ульты 3 замедления на x1 и просто все нафиг и просто не успеваю не такой окей сегодня четверг ой сегодня среда а завтра четверг мне буду я бы смогу поменять отряд я меняю отряд беру еще один еще одного церковника и снова пробую снова пробую все равно не заходит заходит я решил написать базу базу плюсов и минусов магов того как маги играет в текущей мете в текущем положении и что это вообще такое и почему кстати и нужен альфа слом как написал туда ночь но он не рассказал всего данный хайпит жестко хайпит он говорит этот это супер герой его пожалуйста ломайте но не рассказывать каким играть давайте база набеги набеги 3000 плюс это сила набегов что вы понимали то есть мой уровень сейчас это 3000 плюс я обороны специально легкую не ставлю что мы проверяю и постоянно на какие-то разные вариации и соответственно оборона 3000 стоит у меня там 300 я хожу в набегах 3 200 попадаются естественно там герои сильные чтоб понимали потому что напишут что там джипси умеет играть ты не умеешь будем все теперь фиксировать первые набеги а трек 1100 получается из десяти я выговорю только два матча причем я пробовал менял вариации с другой атакой но тоже не сильно зашло и короче что нам надо дальше 1 набеги первое нам нужен отряд пятизвездочный отряд желательно профильный давайте почему профильный чтобы был жив чтобы была выживаемость но даст ли это нам профит нет нет нам это профит ни хрена не даст потому что и даже если мы идем этой обороной даже если мы ультуем пантерой хелл ну короче если камень нету то вам вам ни хрена ничего не поможет 2 2 все это быстрая оборона быстрая оборона не а ультует быстро даже и x3 замедлений то есть я понятно что три тысячи три тысячи сто там стоят жестки все сломанные все новые герои у них базы мощные они бьют по 1000 плюс урона по всем и даже замедляя на x3 этого все равно не хватает то есть если вы берете мага и у вас нету профильных пятизвездочных отрядов хотя бы не профильных опрос отрядов под всеми героями нету вас отрядов просто отлетаете даже у меня да у меня камень даже не хватало на айна а если хватало то один фиг я на только половину выхиливала а потом все равно мне убивали что он наследует надо иметь отряд профильный то есть даже если вы сломаете героя это не факт что вы выиграете потому что он ульту переживет а все остальные сдохнут ими надо иметь отряды пациенты под семьи чтобы это был жир потому что маги это все-таки в долгую игру играть в быструю не получается 3 это уже это минус бэки минус минус пишем в обороне есть щиты это больше щиты минус давать так минус для бэки принципе можно даже плевать на эти щиты и просто ультовать кстати я вот не помню я против который играл у меня стак вешался или нет блин я не про я не проверил потому что я чит и не ультовал потому что мне нужно было у первого ульта бэки чтобы если герой ультует мама нарезал не резалась у остальных это конечно минус бэки у юлиуса такого минуса нет он просто накладывает миньонов на себя и этим самым его есть в них различия но плюс бэки то что режется ульта так щиты получается я проигрывал того что не было отряда от того что надо еще отряд альфа слон давайте 2 слон напишем 2 слон и мки или супер рынке как не давно приходит четверг я беру отряд вкачиваю два отряда ни фига не спасает все все равно дохнут команда таки не работает я беру докидываю еще 3 мки 3 супер 3 альфа мки все теперь у меня бэки имеет 3 мки не хватает еще еще 2 и вроде бэки теперь наравне с хел живет хел жирная бэки хатур на не хватает у лечение до супер отражание но урона сока что не хватает пантер отлетает потому что тупо слабые айна если камни нет ничего не успевает все дальше идем так что у нас дальше что дальше будет у нас давайте еще обозначим для какого топа это это тест проводился уровень альянсов я наверное скажу топ 60 до 100 достал так вот ниже возможно уже в оборонах будут маленькие отряды да конечно весь все бои проводились пятизвездочными отрядами в оборонах соответственно если были отряды не пятизвездочные эта команда выигрывала потому что 2000 хп выносит нора любой топовой сломанной пятеркой соответственно если вы не играете ниже топ-100 то у вас скорее всего там люди даже у нас в альянсе и даже нет даже сейчас уровень уровень военного счета на макс 200 к все это написал вот если полный лянс на 100 уровень 200 к и все равно один фиг люди некоторые играют даже не берут отрядов то есть если вы не играете ниже 100 это ролик точно не про вас потому что у вас или зву юлиус будет играть и бэки будет играть и будто вам урона хватать но на этом возник у меня у меня возникли прям проблема как ее играть что по итогу я сделал я по итогу понял что бэки это универсальный клевый герой который например клево играет в такой броне как например вот такая вот вот это моя топ топ база ну вот вот база у меня вот такая вот база я докидываю смотря на какую цель я иду а в набегах я вообще хожу такую чтобы быстрее все закрывать если брать бэки как пятого пятую карту помощника в эту сборку то заходит прям замечательно то есть вы собираете тут 7 камней синих гиппо фенли вы ультуете у вас уже есть и минус 56 56 же минус 56 среда брони там еще у вас чуть-чуть михаил уже и бэки на x1 ультанула уже какой какой-то урон есть кстати бэки из первой ульты неплохо так пробивает по моему 600 они урона вылетает и и под срезом до 800 доходит прям нормально и вот если брать бэки единичку какую-то собранную команду это прям офигительно даже я бы было бы у меня две-три бэки я бы в каждую вставлял бы такую вот универсальную мощную связку где есть 5 4 4 отряда плюс сам по себе фильме живучий быстрый воскрешение то есть это прям хватает брать юлиуса например если вы будете юлиса играть какой-то например единичкой собранной команде просто как не не делать на него основной упор а как просто помощник то прям идеально будет все магия я не скажу вам который делать замедление будут офигенно офигительно смотреться нас михаилают выживание по всем бэки дают там замедление и все остальное просто умирается я причем сериала гиппо с бэки по урону и мне урону бэки понравился давайте запишем это в плюс урон бэки урон бэки напишу будет сильнее будет сильнее чем у гиппо то есть гиппо у меня получается на 24 м как бьет бил он у меня примерно 700 ну давайте 800 бил он там по подфине а бэки без второго слома на 23 м как у нее 250 она била на 100 единиц меньше то есть бэки при сломе при втором сломе и еще вот этом будет наносить больше урона чем гиппо больше наверное нас то денис точно 150 наверное и в так 2 плюс бэки это мне понравилось что ульта 35 ходов 5 ходов ходов что дает мне даже зарядиться два раза когда я успевал фиолетовыми заряжаться ну чисто играл фиолетовыми я успевал заряжаться два раза и бэки ультовала два раза это прям круто то есть ульта бэки на x2 это реально клёвая тема 5 ходов ты прям клёво у нас и подает три хода и надо не успеваешь играешь уди быстрой сборкой тут быстрый бы со среднее но ты один раз ультанул и все и больше ты тебя больше не получается брать потому что кончается ходы на бэки такой нет фигни это прям бэки единичкой какой-то команде собранная прям топ если разыгрывать под нее команду вам вам надо играть получается вам надо давайте плюсы теперь плюсы нет или минус 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 минусы минусы блин что такое минусы блин какие индусы минусы первый минус щиты все против щитов сложно потому что мы хотим чтобы манна резалась второй второй минус так игра вот x2 не вариант нужно тима тима с пятизвездочными отрядами блин дамит плюс овер плюс оверхил плюс таунт таунт ну наверно еще плюс разгон манну пишу третий против быстрой обороны x3 не спасает то есть даже если вы будете играть юлиусом против быстрой обороны ваши минусы тоже вас не спасут так как недавно да вот и на прошлого не воевал и получается там просто зеленый какой-то кекус не зеленый желтый кекус новенький вопрос на 1200 пробил по всем и начать кто же писали что 1200 бьет просто вы его не замедлите они один фиг будет держаться быстро так есть у меня видосик сейчас покажу кстати нет это извините все вот такую оборону взял что мы видим тут у нас 6 800 оборона 4 против 6 800 плюс ну наверно все что все вышеперечисленного напишу не заходит заходит нужно сильная атака давайте вот 6 800 плюс даже 7 6 700 плюс где уже мощные мощные современные герои 5 девяточные отряды у вас такого не зайдет вот я пантере дал отряд потому что бы она жила а бекки тут 85 уровень 20 эмки хэла имбакан и айна и у нас просто хильда стоит по центру в принципе мы камнем должны убить у нас даже все должно хватить арамис 2600 как бы окей и вроде как должно мы должны мы выиграть давайте посмотрим что по итогу у нас получилось что получилось по итогу получилось что у нас нету нету камня вот 4 камушка нашлись мы наносили 460 урона за камень чуть собрались камня нету камня нету ищем камень ищем камень еще была восьмерка восьмерку не собрали почему не собрали утро было не увидел до косяк и что что мы имеем по итогу нам пробили 1500 нам пробили 1500 тут мой внутренний косяк был ну о чем я говорил о том что вот так вот я все примерно восемь боев и проиграл если не было камня на старте ваша выживаемость и выиграл без пенсионного отряда просто идет в помойку все тут закрываем что я скажу современные магии давайте еще 5 минус 5 напишу устаревшие стат вот минусы у бэки щиты x2 не вариант нужна тема чтобы все были пятерстные отряды даже по фигу разный цвет цвета оверхилл нужен где-то там чтобы разгон маны ну в идеале возможно людвиг людвига у меня нету не знаю у кого есть будет легче играть но даже если у вас будет людвиг вам надо чтобы у людвига был тот же самый пятидеточный отряд потому что если у вас не будет отряда например вот у нас сейчас болезнь реклама вот это вот так у нас уже тут война началась где-то я видел людвига 1900 хп он на двадцатых мках он ослаблен 1900 хп даже если у вас есть людвиг и все остальные все остальные герои он просто не выживет ударит какой-нибудь хильда удар какой-нибудь ударник современный мощный 1200 пробьет тычка на 400 на 500 залетит все нет людвига вы сможете зарядить только один раз людвига зарядить и вам надо будет либо на x1 либо на x2 продлевать ультовать это будет у вас примерно замедление может быть на x4 вы сможете сделать а при этом когда вы будете пробовать замедлять вам надо еще другой свет набрать и где-то подхилится где-то еще что-то скорее всего вы не успеете вас убьют против быстрой обороны и надо иметь мощную базу с ассатами ну если сравнивать с юлиусом да вот хайпид хайпид получается у нас удалить юлиусу а паразиты 870 плюс будут на на альфа-сломе еще больше хпшки у них у них у них будет предел не 1000 хп а тысяча там 30 1300 возможно 1500 и это считать надо ну примерно говорю и один фиг один фиг я на прошлой войне попал на оборону с тремя хилами двумя ударниками два современных ударника под хилами могут вас напросто убить какая-нибудь быстрая скорая быстрая которая будет ультовать и резать вам атаку все это будет хилиться тремя хилами а вот прохилов вспомнил хорошо хорошо вспомнил минусы общий минус общий минус первое мультики 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 стаки вешаются но на церковников церковник церковники и монахи будут сопротивляться церковник если срабатывает срабатывает мультики 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 церковь срабатывает скорее всего монахов будет такая же фигня потому что монахи сопротивляются но при удачном сопротивлении они наносят урон например мы сейчас монаха какой-нибудь откроем вот у них сопротивление недугом очищает новейшую дуг так нет плохой вариант взял где-то в монах был у меня и дед и дед и желтенький вот на джоне джон два от монах герой наносит 100 процента урона героя используя 7 навыка тщательно вещь недуги то есть также сопротивление есть сколько там максимально сопротивление будет 50 процентов все процентов 60 у церковника 50 50 у монаха то есть 50 на 50 вы сможете также церковнику замедлить или не замедлить так что еще тут мультики что еще не забыл ну по итогу нужно полчаса договорил тут играть монахом играть магами современной мете тяжело это я не хайплю на туда ночь и туда ночь хайпует ему надо продвинуть свою идею стоять ее но без их без вас я бы сказал так потому что вот вам реальный пример где-то бэки я нашел связку пристроить где у тебя мощная атака а где нету где мощные обороны и у тебя нету статов на тебе нету всего того что я написал это не заходит но бэки мне понравилось играть например связки последний который показывал просто на ура сейчас я когда мне появился финли в костюме и фастомы только-только появлялись 90 по моему уровне я около двух недель искал связку для финли чтобы заиграть им сложный герой очень сложный герой в плане обыгрываемости я нашел ему связку теперь играю постоянно на протяжении сколько там года наверное не помню бэки тоже самый герой которому надо найти связку где на будет играть стабильно с этими героями когда связка получится огненная что про юлиуса сказать ну юлиусу по-любому нужен профильный отряд чтобы он жил надо им и ему такую же рядом союзников таких же мощных чтобы они жили возможно какие-нибудь блин знаете с юлиусом газель зайдет потому что под бэки газель не заиграть ты должен на x2 ультовать и потом всех убивать и тебе надо еще в команду тиммейта который бы вешал срез большой чтобы ты потом в конце не тыкал там по 300 урона единиц а чтобы ты по 600 по 700 заносил а юлиусу если вы возьмете например газель с юлиусом это доп выживаемость ему пофигу будет ну разгон разгон пофигу на разгон 20 процентов там написали что если у тебя есть монах монах друид и колдун если тебе костюм еще есть то ты сможешь юлиусом зарядить за 6 камней быстрого героя ну это какие-то основа донатные темы мы это то 40 наверное выше это вот все там какой не фрей взять у вас будет под 50-шным отрядом будет она 6 камни у вас еще погиб поймай и и поэтому юлиус газель плюс какой-то там ударник все что-то да клевая клевая тима будет прям зайдет а у так все принципе я больше ничего не буду говорить буду искать какие-то свои связки для бэки подписывайтесь подписывайтесь захотите ко мне на канал однажды вы увидите рабочую связку с бэки на этом все всем до встречи всем пока